В отношении конкретного времени исполнения обсуждаемого события, существуют разногласия. А именно по поводу следующего, когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему. Разные эсхатологические подходы предполагают, соответственно, и разное толкование этого стиха. Так, например, если вы разделяете взгляды амиленаристов, мне представляется, что это не самый удачный термин для описания данного подхода. Его сторонников я бы скорее назвал символическими миленаристами, поскольку они понимают откровение 20 небуквально и считают, что Христос правит уже сейчас. Таким образом, согласно данной точке зрения, тысячелетнее царство уже наступило, и Христос восседает на престоле уже сейчас. Тем не менее, грядет тот момент, когда Божьи враги будут очевидным образом осуждены и повержены, и Бог будет все во всем. С другой стороны, представители исторического премиленаризма Соглашаются, да, Иисус уже восседает одесную Бога и вершит свое правление. Однако в истории человечества еще настанет такой момент, когда это правление, царство Христа, зримым образом проявится на земле. Именно это, согласно данному подходу, и описывается в Откровении 20. Вот тогда, по их мнению, враги Божьи подвергнутся осуждению, в частности, смерть и сатана. Этот период может длиться тысячу лет в буквальном смысле, может больше, может меньше. В ранней церкви общепринятой позиции по этому вопросу не было. Однако в одном они были согласны, какое-то время Христос будет царствовать на земле. Именно тогда великомученикам воздастся за их подвиги, они получат свои награды и будут править вместе со Христом на земле, прежде чем настанет конец, и Христос предаст царство Богу и Отцу. Полагаю, что у прогрессивных диспенсационалистов похожая точка зрения по этому вопросу. Классические же диспенсационалисты возразят, позвольте, скажут они. Здесь у нас имеется временная шкала. Бог воскресил Христа из мертвых, а значит, затем воскреснут и Христовы. Тогда, когда Христос будет царствовать на земле тысячу лет, когда же все будет покорено под ноги его, он предаст царство Богу и Отцу. Оказываясь в кругу библиологов, по-разному трактующих один и тот же библейский текст, один и тот же материал, становится совершенно ясно, что подобный текст органично вплетен в более сложную ткань Писания, во многом определяющую его смысл. Посему данный текст не стоит особняком, его следует рассматривать снаряду с притчами, Христовым учением о последнем времени, книгой Деяний и особенно книгой Откровения. Итак, с опорой на все это, как следует понимать, 1 Коринфянам 15. На мой взгляд, тот подход, которого придерживаюсь я, а именно исторический премиленаризм, не единственная возможный для толкования данного отрывка, просто как мне кажется, он с ним согласуется. Понимаете? Вам надо научиться распознавать те случаи, когда текст требует единственного толкования, а когда толкование согласуется с текстом и им не опровергается. И это одна из тонкостей искусства толкования, особенно в межличностных отношениях во время богословских дебатов. Итак, здесь возникает вопрос об определении последовательности, а также о тысячелетнем царстве. однако это еще не все. Хочу обратить ваше внимание и еще на один момент, хотя он предполагает некоторое вторжение в область систематического богословия и отвлечение от чисто описательных категорий. Но это ставит вопросы, связанные с нашими богословскими убеждениями. Очевидно, Христос предстает пред нами в роли подчиненного Богу, по-видимому, в нашем тексте Богу Отцу. Как же следует понимать такую субординацию, такое подчинение в данном конкретном фрагменте Писания? С одной стороны, можно отметить, что в такого рода подчинении видится временное, отраженное в истории человечества явление вечности. Другими словами, Сын всегда был подчинен Богу Отцу в Троице. И, соответственно, слова о том, что Сын исполняет возложенную на Него задачу и затем предает Царство Богу и Отцу, не должны нас удивлять. Ибо в данном случае это отражение той функции, которую Он всегда выполнял в Троице. С другой стороны, можно возразить, погодите. Действительно, в этом тексте Иисус видится нам в подчиненной Богу роли. Акцент в этом фрагменте сделан не на Троице имманентной, то есть не на том, каков Бог внутри. Другой термин для этого — сущностный. А скорее на Троице экономической, которая относится не к сокрытым взаимоотношениям внутри Троицы, а к тому, что выражено прекрасным греческим словом «экономия», то есть управление. Именно так осуществляется спасение. Все это, понятно, богословские термины, позволяющие, с одной стороны, обсуждать сущность Бога вне Его отношения к творению или спасению, а с другой стороны, наблюдать Божьи действия в экономике спасения, то есть экономически, то есть через воплощение. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com. Сторонники третьего подхода утверждают, здесь имеет место экономическое действие Троицы, и Христа в этом ракурсе следует рассматривать не как Сына Божьего, а скорее Христа как Христа, Сына Человеческого, выполняющего поручения, мессианское поручение, и после выполнения этого поручения он передает Царство Богу и Отцу. Разницу улавливаете? Исходя из этого, интерпретация данного текста будет отчасти зависеть от понимания двух других текстов в том же послании к Коринфянам. Итак, первое Коринфянам, третья глава. Процитирую. Стихи из 21 по 23. Апостол Павел говорит Коринфянам, итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Все ваше, потому что вы Христовы, а Христос Божий. И далее первое Коринфянам, 11, 3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Христу глава Бог. В первом послании к Коринфянам содержится три текста о подчинении. Мы только что процитировали третью главу, кроме того, есть главы 11 и 15. Итак, спор возник между теми, кто утверждал, что это подчинение служит отражением подчинения внутреннего, или же то подчинение, о котором речь идет сначала в 3 главе, затем в 11 и 15, и теми, кто считал его постинкарнационным, то есть возникшим после воплощения мессианским подчинением, которым Христос выступает прежде всего как Сын Человеческий, как представитель человеческого рода. Но данный вопрос здесь, на занятии, мы с вами обсуждать не будем. Просто отметьте для себя, что в нашем отрывке отражена тема тысячелетнего царства. И еще один вопрос, который он поднимает, что является, и это важный момент, триумфом царства Божьего. И это совершенно очевидным образом отражено в нашем фрагменте. Что было разрушено Адамом, воссоздано Христом. При этом царство имеет двустороннее выражение, что весьма характерно как для Ветхого Завета, так и для Нового. Как спасение и как суд. Так, если вернуться к книге «Исход» и описанной вне истории искупления, мы отчетливо увидим, что спасение Божьего народа здесь происходит параллельно с судом над египетскими богами и фараоном. Когда на земле царствует свет, когда царствует сын, царство тьмы находится под натиском и стремится взять реванш. Эти две неразрывно связанные темы красной нитью проходят через всю Библию. Откровения 20, 21 и 22. Но победа, тем не менее, за Богом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok